друзья добрый день я сегодня хочу вам напомнить такое интересное событие которое было в недавнем прошлом и как то вот знаете как такой подпольный пук она как-то немножко попахло попахло в нашем с вами обществе и вдруг куда-то исчезла и от него сейчас не осталось ничего не аромата не запаха не ванили я говорю о детях индиго помните сколько нам клевали башку что вот эти фиолетовые синие люди как бы когда рождаются детьми но такие умные такие умные что прям вот перед ними надо становиться сразу на корячке и внимать всем их словам или каким-то произнесенным там этим текстом движением и тому подобное и посмотрите прошло не так много лет эти дети должны были вырасти к этому времени в людей которым лет по 20 плюс минус 5 и должны были осчастливить нашу землю цивилизацию и вообще все что у нас с вами сейчас есть где эти люди где эти люди вы наверное уже давно заметили что но никакого проистечения гениальности в мире нет опять же не так давно нам впаривали в головы что вот те товарищи из ближнего востока самые гениальные в мире просто самые гениальные то там куда ни плюнь везде одни владимир и высоцкий или какие-то такие же похожие на них и главное что их именами всегда вот советское время называли все улицы наших с вами российских городов казалось бы вот знаете есть какая-то страна потом ее оформили там сорок девятом году что вот только там все гении обитают и когда эти гении вернулись из нашей территории обученные за наш советский российский счет в наших университетах когда они набрались за наш с вами счет в наших рабочих заведениях заводах кб и других опыта и знаний они вернулись к себе на эту замечательную родину которую со всеми своими замечательными знаниями вернули в средние века так средних веках сейчас там и сидят и только нам парит что у них там самое лучшее вот один только пример самая лучшая медицина и представляете вот недавно тут навалилась на них проблема они они там средневековом этом государстве огребли от этой проблемы больше всех чем вот все какие-нибудь остальные из такой же или худшей медицины ну пусть даже не больше но хотя бы наравне это говорит что там никакой медицины нет есть хорошее прекрасное умение продавать какую-то услугу либо какую-то болтовню но вопрос сейчас конечно не о них это просто как пример вопрос опять вот об этих детях индига если раньше они там помните вот нам показывают в столбике в уме считают и четырехзначные числа перемножает там еще что-то делает и колесо крутит и умудряется завернуться так вот там были девушки ребята какие-то которые настолько гибкие что они умудряются собственным носом понюхать собственную задницу причем завернуться любым образом а гибкость просто вот такая изобилующая и вот таких было много еще не какие-то знаете послания откуда-то считали каких-то альфа центавр и тому подобное все время как бы им почему-то посылали вот эти знания или какие-то сообщения какой-то орион про которого и сейчас все говорят мы дети ориона на дети сириуса и всего такого прочего и возникает вопрос друзья ну где вы но выйдите к нам вот на какой-то экран на большой экран все будут вам рады почему потому что тогда смотрели ой какой хороший мальчик ой какая хорошая девочка прям индиго индиго голова треугольная у некоторых квадратные а у других вообще в трубочку такую вытянутые давайте послушаем как они нам сегодня расскажут о своих успехов я не знаю может быть чубайс был детем индиго и вот поэтому он такой стал хитрозады что получается так вот я еще раз просто в цифрах вам скажу что недавно один из банков сказал что вот у него злоумышленники похитили со счетов людей 16 миллиардов рублей 16 миллиардов рублей ну чтобы вы понимали это по объему примерно да даже не будут загружать вас цифрами просто вы поймите что это деньги которые ни в какое сравнение не идут с теми миллиардами которые куда-то дел покаявшийся чубайс и вот недавно тут опять какую-то по экономике статью писать принялся опубликовал ее я вообще не представляю сознание вот этих западных людей которые опубликовали его экономическую статью они знают что он просто обворовал целое государство и считать его экономистом если он сам сказал и президент россии подтвердил что дачу байс вот ошибся у него большинство проектов были убыточные но как можно такого человека считать экономистом как он же просто преступник зачем гоняться всей российской полиции следственному комитету всем этим правоохранительным органам зачем гоняться за 16 миллиардами всем скопом вот этих служащих если можно взять одного чубайса и он покроет все убытки нашего бюджета своими деньгами которым куда-то там ну скажем так скоммунизм он покроет лет на 10 вперед зачем нам гоняться за копейками и собирать эти копейки если есть у нас ребенок индига против не синий он такой рыжий но он неважно может быть тамом перекрасился сможет быть действительно вот там ему сейчас волосы обмыть они будут действительно какие-то синие а может быть у него тело синие может быть у него там этот самый снайперский ноготок тоже синие может быть там hashttofать 2 висячих а может у него там 3 висящих гроздь висящих может быть они синий а А может быть, он сам себе полосы наносит цвет того самого флага 49-го года образца. Ну, кто знает, может быть, он индиго внутри, в душе, вот протух, или там еще что-то. Не обязательно по рыжим волосам судить о человеке. К чему я это все говорю? К тому, что очень много у нас любителей, знаете, не фантастики. Фантастика всегда сбывается. Вспомните Герберта Уэллса, вспомните того самого Жюль Верна, и даже мои многие ранние произведения уже входят в жизнь, уже входят в жизнь. Почему? Да потому что, допустим, я знаю, о чем пишу, знаю, о чем пишу. Я видел технику, которая изобреталась еще в 80-е годы, в советский период. Она уже была на несколько десятилетий, опережала сегодняшний с вами уровень. И я знаю это изнутри. То, что сегодня представлено на различных там военных каких-то моментах, оно сегодняшнее, вот это вот новое, что показывают те же дроны, это все глубоко старые разработки, им как минимум 50 лет. Дроны – это 50-летний старый материал, который вообще уже никого не интересует из реальных конструкторов будущего. И проблема в том, что сегодня уже есть такие вещи, которые, когда вы увидите вот так вот на небе, или там где-то он ползет, вы просто обалдеете, что это точно скажете инопланетяне какие-то прибыли. Просто все это делается в других лабораториях, куда простому человеку, журналистам, писателям, там всем доступа нет и никогда не будет. И эти лаборатории есть только у нас, а другие страны пытаются все время наскочить на эту проблему. Вот смотрите, у нас есть много всего интересного, я имею в виду по средствам ведения различных мероприятий. Но вот что делали американцы? Вот сейчас они поставляют там в известное место известные какие-то свои вещи. Они горят как спички. Горят как спички. Почему? Да потому что это прошлый век. То, что они поставляют этому самому Зеленскому, он со своим этим образованием ха-ха-хи-хи, он просто не знает, что он у них берет и за какую сумму. Он просто вешает эти самые долги на украинцев, а сам, как Чубай, скоро уйдет туда на 49-й год и станет тоже синий полосатым. И скажет, я был ребенком Индига, посмотрите, я тоже экономист, я президент целой страны в прошлом, в будущем, в настоящем. Почитайте меня, давайте я вам тоже статью напишу какую-нибудь, ведь я же президент, у меня уровень там, ого-го. И вот все те, кто управляет вот такими куклами, они почему-то всегда пытаются людям впарить какую-то неправильную вещь. То Мальвину впаривают, то Буратину впаривают, хотя в принципе и о Мальвине, и о Буратино уже давно все написано в русских сказках. Только там преподнесено все это с другой стороны, с правильной. Там это не героизм, а там это борьба с роботами, которые уже в средние века были. И сейчас попытка поднимания их в каком-то виде, ну роботы, конечно, в переносном смысле, поднимания на божничку, что вот посмотрите, а новые роботы нового поколения, они дети Индига. Смотрите, как они считают, елки-палки, ну нафига нам нужен ребенок Индига со своими перемножениями четырехзначных чисел. Если у нас все очень просто сегодня, взял там какой-то телефон, сказал Сири привет, или как там, Алиса привет, посчитай мне четыре знака на четыре знака, и она тебе выдает тот самый правильный результат. Зачем нам нужен ребенок Индига, который медленнее Алисы или Сири считает тот самый примитивный пример умножения? Может быть, из-за этого этих детей-то и убрали, их хотели бы сделать раньше роботами вместо Алисы или вместо Сири, чтобы вот они в каждой семье жили, и мы бы говорили, ой, там, посмотри, Абрамчик, посчитай мне, сколько я там три на три умножить, вот я что-то не помню. Ой, какой чудненький мальчик, правда ты сказал девять, дай-ка с тобой проверить, правда девять, ой, какой хороший мальчик там или девочка. А решили остановиться не на этих детях Индига, а вот на этих Сири, на этих Алисах, колонка стоит, болтает, места не требует, лапши на нее никакой не повесишь, да и она на тебе лапши не повесит, мол, типа, что она ребенок какой-то там Индига. Видно сразу колонка и колонка, ни ручек, ни ножек, ни всех остальных причиндалов у нее нет, и так уже о женском или мужском поле мы делаем вывод только по названию этой модели. К чему я это все? К тому, что нас все время подчуют вот этими какими-то сумасшедшими разработками, мол, одно, другое, третье, пятое, десятое, и отвлекают наше с вами внимание от каких-то более важных дел. Пока многие из нас интересовались этими Индигами, ходили в какую-то школу, в какую-то школу отправляли своих там детей или внуков, время уходило, и эти дети и внуки реальные, они уже не получали правильного образования, они тукались об стол и об головы и об стены тех учреждений, где им пытались привить, что они дети Индига и пропускали свои сроки образования. В результате те, кто вводил эту кукловодческую религию детей Индига, он добился своего результата, потому что своих детей он отправил во все эти ели и тому подобные институты. А наши дети все думали, как бы стать им Индига, и когда приехали, вернулись уже обученные ельцы, то они нам сюда сделали революцию Ельцина и тому подобных всех вот этих детей, не Индига, но которые завоевали реальную власть в нашей стране и в другой стране. Я всегда говорю, что Макрон это робот, который взял себе имя или вышел из кинотеатра, из фильма про трансформеры. Там одного из главных вот этих машинных героев как раз звали Макроном. Оттуда взял сегодняшний Макрон себя и свою вот эту погонялку. Поэтому, уважаемые мои зрители, будьте бдительны вот к таким всевозможным нагнетаниям. Все люди равны. Ваши, наши, их, другие. Все равны по своим особенностям. Нет никаких людей, которые были бы супер какими-то выдающимися или супер, например, глупыми. Ну да, отдельное что-то такое является, но это уже из области медицины. А так, в общем-то, у всех один и тот же программный аппарат в голове, одни и те же возможности мозга. Нет никаких Индига, Хринундига там и еще каких-то. Есть все нормальные люди. Просто учитесь, добывайте знания, впитывайте то, что вы обретаете в институтах, в школах, в университетах. И все будет нормально. Идите просто правильным путем. Никаких вопросов в вашей жизни не станет, если вы получите правильное образование. И по этому образованию пойдете работать или служить, или делать свою фирму. И все у вас будет нормально. Как только вы будете надеяться на какого-то бога, который перед вами хочет в этот момент, в наше время, предстать в виде ребенка Индига, то вы сразу, вот по этому пути, шествуя, вы сразу начинаете двигаться в неправильном направлении, прочь от вашего счастья. Так что двигайтесь правильно, учитесь по научным, по правильным программам в научно-государственных правильных институтах. Продолжение следует...